Эй-хей-хей! Добро пожаловать на канал Люцика! Меня зовут Богдан, и ребята, вы мне пишите в комментариях Богдан, почему ты выпускаешь видео про лимитки, а пишешь бесплатные вещи? Ребята, всё очень просто. Лимитки бесплатные, и это вещи, поэтому лимитки это бесплатные вещи, это одно и то же. Только бесплатные вещи нельзя продать, а лимитки можно. И вот первая лимитка это рюкзачок, и вот этот рюкзачок в виде котика, и его можно получить в игре Красный Круг. Стоит он 160 тысяч очков и 10 побед, 10 кубков. Очки зарабатываются в игре, и если вы здесь находитесь АФК, а следующая бесплатная вещь это полная золотая коса. Почему она полная? Она же худая! И вот я захожу в эту игру, и посмотрите, с левой стороны написано бесплатные UGC вещи. И где же эта золотая коса? Вот она на первом месте! Почему на первом месте? Потому что здесь надо играть без перерыва 48 часов! Ребята, двое суток подряд надо, чтобы игра не заканчивалась, и всё время она была включена. А также надо собрать 15 тысяч яиц, и вы получите эту худую полную косу золотую. А следующая бесплатная вещь это длинные чёрные волосы с белым зонтиком. Так, а где зонтик? Ну, как всегда, зонтик украли, зонтик увели, короче, вот эти волосы, а зонтика нету, извиняйте, что есть, то есть. И его можно получить вот в этой игре. Я сейчас зашёл в эту игру, нажал на получить UGC, и эти волосы стоят 450 тысяч игровых очков. А 10 тысяч игровых очков вы получите, если проведёте в этой игре 30 минут, а далее вы будете получать 5000 очков. Вот так вот, жестоко! И я перехожу к следующей бесплатной вещи. Следующая бесплатная вещь это вот такая ракета. Посмотрите, ракета, а на ней нарисована круглая вот такая мина. И не просто так она там нарисована. Вот так она сидит на мне, на моём аватарчике, и я перехожу в игру. И вот я в игре, и как видите, у меня здесь в руках, что это? Мина! Ой, сейчас взорвётся, наверное. Что делать с этой миной? Что же делать? Ой, я вижу информацию, как получить эту ракету. Итак, я читаю. Надо, ребята, 10 раз одержать победу и 25 раз кого-то уничтожить, кого-то убить. А как же здесь можно кого-то уничтожить? Сейчас кому-то подойдём и попробуем уничтожить. Не получается. А тут что-то включилось. А, сейчас, наверное, меня перекинет на локацию, где будет эта игра. Да, точно, ребята, вас перекидывает на эту локацию. Только вот в чём проблема. Где моя мина, которая была у меня в руках? Как я смогу уничтожить вот этих людей? Где мина? Она что, спрятана здесь где-то? Надо её найти? Так, наверное, будем искать. А нажмём сюда. Нет, здесь нету ничего. А где? Так, наверное, здесь. Давайте наверх сейчас я залезу. Посмотрю. Ооо, начинается. Прискакала какая-то девушка с этой миной и бросила мне под ноги. И меня взорвало и уничтожило. У неё минус один, так сказать, человек засчитался. И она быстрее, чем я, получит эту лимиточку. А я сейчас вышел вот сюда и думаю, как же вернуться обратно на эту карту? Куда же надо нажать? А вот здесь, смотрите, зелёненькая кнопочка. Я нажимаю и... Что? За 50 робуксов меня возвратят обратно. Да не, не хочу. Подожду я следующую мини-игру. И я перехожу к следующей бесплатной лимитке. Следующая бесплатная лимитка. Это красные грязные волосы. Как всегда грязные, ещё и красные. И как всегда это не волосы. Это лицо. Если вы их получите, то надо, так сказать, искать их в лицах. И вот я зашёл в эту игру. И я сейчас попробую, как в прошлом видео, постоять здесь АФК. Может мне сразу же победы засчитаются. Я здесь не один. Нас здесь двое. И вот мы стоим. Стоим и ждём, так сказать, времени, когда все сейчас пробегут. Мы останемся. И что же будет? Итак, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. О, смотрите, что написано. АФК нельзя. Через три секунды уничтожат. О, нас уничтожили, ребята. Через три секунды. Разработчику, наверное, кто-то вчера пожаловался. И смотрите, он внёс изменения. Сейчас нельзя стоять АФК в начале этой 100-метровочки. А надо её проходить и зарабатывать кубки. И когда вы заработаете 30 кубков, а также когда у вас будет 125 тысяч очков за то, что вы здесь находитесь в этой игре, тогда вы сможете взять эти красные грязные волосы. И не забывайте, это не волосы, это лицо. А я перехожу к следующей бесплатной лимитке. И эта лимитка называется Шериф Капибара. Я бы назвал Усатая Капибара, а не Шериф Капибара. И, ребята, её можно получить, эту Капибару, в игре АФК Не Двигайся. В этой игре нельзя двигаться, иначе не будет у вас очков, за которые вы сможете купить эту Капибару. А следующая бесплатная вещь – это кирпичная корона. Что-то новенькое, ребята. Для того, чтобы получить эту кирпичную корону, надо добавиться вот в эту группу, зайти и побежать. Я бегу и не верю своим глазам. Ребята, посмотрите. Я бегу как девочка. Вы посмотрите, анимация девочки. Ха-ха-ха-ха. Я махаю руками вот так вправо-влево. Пацаны так не бегают. Что такое? И вот я сейчас смотрю, что же надо сделать. Оказывается, надо пригласить уже 10 друзей в эту игру. Вчера надо было пригласить 7 друзей. Сегодня 10 уже друзей надо пригласить, чтобы получить эту корону. Я выхожу, и смотрите. Этот мальчик ко мне подбежал, и высвечивается слово «пара». Ребята, мы не пара. Честное слово, мы не пара. Я тут бегаю как девочка. Высвечивается слово «пара». Пора линять с этой игры и переходить к следующей бесплатной лимитке. А следующая бесплатная лимитка – это очки, которые называются «Рассветные оттенки зуми». Посмотрите, классные очки для лета. Для зимы не очень, потому что там пальмы на этих очках, а вот для лета классно. Я зашел вот в эту игру. Кстати, ссылочку на эти все игры вы найдете в описании под этим видео. И что это за игра? Это, ребята, паркурчик. И сначала надо подбежать к своему банкомату, взять деньги. Боже мой, как долго надо крутить эту кнопку «Е», чтобы взять деньги. Это же так неудобно. И это так занимает много времени. Вот это надо постараться. Здесь делать задание. А задание здесь такое. Я нажимаю на эти очки и читаю это задание. Закончите строительство своего магната, чтобы разблокировать эти очки. Вот так, ребята. Надо здесь что-то построить. Надо построить, наверное, вот эти здания. Вот такое высокое-превысокое. Там, где куча этажей. Там, где куча офисов. Ого-го! Сколько его надо долго, наверное, строить. Но кто любит строить. И кому понравились очки, тот построит и получит очки. А следующая бесплатная вещь – это «Алмазный рыцарь». Хотя какой это рыцарь? Это же корона, так сказать. Это не рыцарь. Но разработчик решил так назвать. Вот такую штуку у меня на голове. И я ее получу вот в этой игре. В этой игре я первый раз. И что же здесь интересного? Оказывается, я стою на безопасном квадратике. Из-за него нельзя выходить. Иначе вас метчиком кто-то чики-пуки-чики-пики. И вот здесь написано, что я получу монеты через 40 минут. И каждый раз я смогу получить от 1000 до 3500 монет, когда заканчивается таймер. От чего это зависит? Самому разработчику только известно. 1000 я получу через 40 минут. Или 3500. Но за 10000 я смогу купить «Алмазного рыцаря». Вот эту корону, которую я вам показывал в начале. И я ее куплю не через 40 минут, а явно попозже. А следующая бесплатная вещь – это галактический шлем. Вот он сейчас на мне экипирован. Вот такой я в шлеме. Хотя, если честно, шлем оригинала от этого аватара мне больше нравится. Я закажу сейчас в игру «Вэлморт дискавери». Я на месте. И что же здесь надо сделать? Я выбегаю вот сюда, разворачиваюсь и открываю сейчас квесты. Квесты находятся здесь, где солнышко. Нажимаем сюда на зонтик. Ищем новый квест. Он всегда находится под красным значком. И читаем. Читаем на английском языке. Кто знает, то читает, переводит. Кто не знает, смотрит дальше видео. Я сейчас забегаю вот сюда. И сейчас переносится в этот департамент. А в этом департаменте, посмотрите, надо подойти вот сюда, где написано «Игры фавориты». Они именно здесь находятся. И именно здесь надо выбрать любую игру, которая у вас занесена в «Фавориты». Я выбираю вот эту игру. Сейчас нажимаю вот сюда. И телепортируюсь в эту игру. И внимание, ребята. В этой игре надо пробыть больше 20 минут. Потом вернуться в игру «Вэлморт дискавери». И если вы там провели больше 20 минут, у вас высвечивается здесь табличка, что квест выполнен. И надо опять перейти вот к этим квестам, нажать на зонтик и нажать на самый первый выполненный, так сказать, последний квест. И вот этот шлем. Надо нажать на эту синенькую иконку. И вуаля. За ноль робоксов я сейчас забираю этот галактический шлем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и не пропустите новые видео про бесплатные вещи в робоксе.